Мексиканский чемпион мира в среднем весе Сауль Канело Альварес пообщался с американскими журналистами и ответил на несколько важных вопросов. Джефф Хорн уничтожил Энтони Мандино за 96 секунд. Диантей Уайлдер или Тайсон Фьюри, Тони Беллес прогнозировал исход боя. Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джокимбаев может провести титульный бой под эгидой Golden Boy Promotions. Всем привет, вы на канале Фудбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Мексиканский чемпион мира в среднем весе Сауль Канело Альварес пообщался с американскими журналистами и ответил на несколько важных вопросов. В прошлом месяце вы говорили, что готовы снова выйти в ринг против Флойда Мэйуэзера. Нам интересно, в какой дивизион вы сможете спуститься для поединка с Мэйуэзером, чтобы вы все еще имели возможность показать приличное выступление. И как такой бой пройдет в этот раз? Я не смогу спуститься ниже среднего веса, если этот бой состоится, то это будет 72 килограмма. Головкин может заключить контракт с Дазн, и вы сможете снова выйти против него, что вы чувствуете по этому поводу. Он может делать все, что ему захочется. Все, что удобно для него. Я же забочусь о своих делах. Касательно третьего боя, то я согласен его провести. Если у нас уже было два, почему не провести третий? Есть ли у вас конкретные планы на 2019 год? Мы пока не знаем, нужно победить 15 декабря, а после этого проанализируем наши планы на 2019 год? Есть ли у вас мысли о том, как пройдет поединок Тайсона Фьюри против Диантея Уайлдера? И кто победит? Я не знаю, кто победит, но это будет близкий поединок. 50 на 50 тот, кто отдаст себя больше. Тот и победит. Также победить может тот, кто будет драться более умно. Уайлдер выбрасывает хорошие, сильные удары, а Тайсон блокирует, и много двигается, посмотрим. Но я думаю, будет близкий бой, ответил Сауляль Варес. Интригующей схватки между 30-летним Джеффом Хорном из Австралии и его легендарным соотечественником ветераном, сороке трехлетним Энтони Мондеином не получилось, молодость взяла верх над опытом. И потребовалось ей на это всего 96 секунд. Сперва Хорн потряс Мондеина правым оверхендом, а спустя несколько секунд догнал неспешно уходящего спиной вперед оппонента левым хуком в челюсть, ветеран завалился на канвас ринга, попытался подняться на ноги. Но рефери остановил поединок. Предположительно после этого поражения Мондеин, двукратный чемпион мира в первом среднем весе, повесит перчатки на гвоздь. Завершивший на медней карьеру бывший чемпион мира в Крузервейте британец Тони Белли все же склоняется к тому, что его соотечественник Тайсон Фьюри проиграет досрочно чемпиону WBC в хэви-вете американскому нокаутеру Диантею Уайлтеру. Белли утверждает, что будет болеть за соотечественника, но фаворитом считает действующего чемпиона. «Знаете, никогда прежде я не хотел так сильно, чтобы мой прогноз не оправдался, буду молиться за Фьюри, поддерживать его, болеть за него, надеюсь, что трехлетний перерыв в выступлениях не скажется. А такое может произойти, ведь неактивный боец не может быть настолько же эффективным, как обычно, поэтому меня терзают смутные сомнения. Сказать по правде, когда я впервые услышал о том, что Фьюри будет драться с Уайлтером, то не давал Тайсону ни единого шанса, вспоминает с улыбкой на лице Белю, но позже я пару раз пересекся с Фьюри, даже поговорил с ним и убедился, что он действительно в отличной форме, в том числе и в отличной психологической форме. Верю ли я в то, что Фьюри может победить Уайлдер? Да. Верю, даже верю, что он может сделать из американца клоуна, перебоксировать его, но верю ли я в то, что так все и произойдет? Нет. Не уверен, я все же думаю, что во время боя он пропустит один из этих страшных выстрелов, вынужден поставить на победу Уайлдера нокаутом. Но сердце кричит, что Фьюри может это сделать, сказал Тони Белю. Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джокимбаев может провести титульный бой под эгидой Golden Boy Promotions. По словам источника, промоутерская компания Айов Тайгерман Агмент ведет переговоры со своим партнером Golden Boy Promotions по совместной организации титульного боя для Джокимбаева в США. Также источник сообщил, что следующий бой казахстанца должен состояться 26 января к Вибеке. В этом поединке он может встретиться со своим одноклубником Атье Жерменом. После этого поединка Джокимбаев планирует встретиться с боксерами из топ-15 своего дивизиона. Субтитры создавал DimaTorzok